Привет всем, кто смотрит канал Страна для Жизни. Сегодня мы пообщаемся с интересным гостем Артемом Шапоровым, который ведет канал Общество Гомель. И попробуем с ним вместе, вдвоем, во время этого интервью, пройтись по нашей замечательной Гомельской набережной, длиной почти 2,5 километра. И в конце этой набережной мы увидим достопримечательность города, туалет за полтора миллиона долларов. Там два, по-моему, за полтора. Что пойдем, да? Артем, расскажи, свой YouTube-канал, как давно ты ведешь и с чего это все началось? Общество Гомель, канал я начал вести, когда роторная жадка распалась и уехала в Чехию. Роторная жадка, это, кто не знает, это другой канал был, в котором ты участвовал, там четверо вас было, трое? Трое. Канал распался, почему? Ну, ребята в Чехию уехали, и я принял решение, что нужно здесь местные проблемы снимать. Ну, мне это больше интересно. Ты не захотел в Чехию мигрировать, да? Нет, я понял. И ты открыл, вот, начал свой вести канал Общество Гомель. Да. Почему такое название? Ну, потому что я вещаю в большинстве своем о Гомеле, ну, это в первую очередь. А во-вторых, у меня социально-политическая направленность, то есть я снимаю социальные проблемы людей, очень редко затрагиваю политику. Если она, ну, соприкасается с общественными делами, то без проблем, да? А так, в общем, социальные вопросы ставят. У тебя во многих роликах там написано, Лукашенко, его фотографии есть, но ты политику типа не затрагиваешь. Нет, я в любом случае, у меня мой канал социально-политический. То есть, безусловно, политика. Цена на хлеб, нельзя говорить о том, что холопы плохие, а царь хороший. Безусловно, виноват президент. Ну, во всем. Ну, понятно, он создал эту систему, он ей руководит, и он виноват полностью, всецело. Само, сколько лет, это уже примерно около двух лет, вот именно этот канал. Год, год, год. Второй год пошел, да? Пошел второй год сегодня. Да, нет, зарегистрирован канал в семнадцатом году, вот, я его зарегистрировал, когда все сидели в СИЗО, и ждал своей очереди, и нужно было какое-то интервью записать, чтобы ребята писали открытки, слали ребятам, типа, кто сидит на ИВС. Все это твои коллеги по рутерной жатке или еще? Все сидели, все. В смысле что, весь Гомель сидел? Те, кто, с кем мы общались, все блогеры, все активисты, все организаторы акций, все, ну, вот, большинство... Это все по декрету номер три? По декрету номер три, да. То есть можно сказать, что декрет номер три, в принципе, побудил к созданию YouTube-канала тебя, твоих друзей? Однозначно, да, конечно. И многих других белорусских блогеров? Ну, много, да, в общем-то. Так надо сказать президенту спасибо, может быть, за то, что он подстегнул, подстегнул вот этот интерес. Слушай, ну, не произошло бы это сегодня, произошло бы это завтра. Ты же не на фоне третьего декрета вышел. Я нет, но на срочках на вот этих никто не появился, по-моему, хотя ребята создали какие-то телеграм-каналы, я знаю, сейчас вот во время борьбы с... YouTube совсем недавно пришел в Беларусь относительно, да, и он еще не развился так, как он, ну, у него будет... Ну, у него еще, за ним еще будущее, он еще будет развиваться, он будет меняться. Ну, гомельчане смотрят YouTube, нет? Да. Вы смотрите YouTube-каналы, нет? Смотрите? Общество Гомель, это гомельский блогер, да, знаете такого? Вот, отлично, видишь, даже у пенсионера... Слушай, я делал опрос, и пенсионеры, вот, делал опрос по сильным новостям, да, какие вы читаете новости, и у большинства людей, причем пожилого возраста, читают сильные новости. Ты все время их рекламируешь. Я знаю, что ты у Пети был недавно на свадьбе. Из-за фотки. Да, ну, он же, друзья. Мы, да, хорошие друзья. Я понял. Ну, понимаешь, сильные новости, чтобы просто было понимание, да, я, это мое личное мнение, одни из максимально независимых, объективных СМИ. Потому что иногда я предлагаю материал, ну, довольно сомнительный по его мнению, и он его не публикует и говорит, что я вот здесь с этим не согласен, да, потому что вот здесь... Ну-то любой журналист так делает, по-моему. С этим не согласен, не беру. Нет, они вообще в основном не беру просто. Все? Ну, большинство. Все, например, они что же смотрят, какой-то материал интересный, себе берут. Какой-то нет, не берут. Поэтому... Сколько твоих репортажей за последнее время они не взяли? Не взяли? Да. Ну, некоторые не берут. Конкретно, назови. Ну, скажем так, они, по-моему, 4 или 5 моих публиковали, соответственно, у меня примерно там 35 роликов, то есть остальные они не взяли. Хотя часто берут в последнее время. Не буду я говорить про независимые СМИ, потому что, знаешь, как... Не, ну, деньги я им же это не плачу, что ты понимал. Я знаю. Родина, Родина, Родина. Родина ее, по-моему, да? Родина. Родина, Родина. Ну, короче, в общем, ты красавчик. Ты красавчик, шатаешь режим. А, то есть это она так думает? Я не знаю. Это... Не, ну, я так понимаю, что у нас не сильно много людей, которые могут, во-первых, смело выразить свою точку зрения. Ну, вот это единицы блогера, и больше же никого мы не видим, потому что по телеку же их не показывают. И в газете... Возможно, они и есть, да, такие люди. Вот, поэтому, конечно, наверное, такие издания, которым нужен интересный такой острый контент, они в первую очередь будут контактировать с блогерами. То есть вот таким образом мы и познакомились. Слушай, блогеры это те люди, которые делают на общественных началах, на интересе, да, на бесплатно, бесплатно, без оплаты, да. Все на... Просто на интересе, да, на неравнодушие, да. Бесплатные материалы, за которые другие СМИ платят деньги, чтобы их сделать. Ну, на донатах еще некоторые сидят, правильно? Ну, я знаю, что это единицы, там, 10 рублей может кому-то поступить, 100. Но есть некоторые блогеры, я уже пообщался, которые, в принципе, можно сказать, что с донатов существуют на еду хотя бы, на еду, на перемещение. Но я уже знаю. Я знаю, про кого ты говоришь. Не знаешь, да? Но я не говорю, что это плохо, я говорю, что это... Слушай, это неплохо, да, но было бы классно, если бы они мне рассказали, как. Мы общались как-то, да, с теми, про кого ты говоришь? Ну, если бы тебя сражали часто, то, возможно, люди бы больше хотели помочь финансово. Ну, это же ненормально. Видят мы с тобой вот такие упитанные, не худые, значит, не голодают, они думают, понимаешь? Послушай, самое главное в том, что пока ты делаешь это все на своих началах, да, ты будешь всегда максимально объективен, да, ну, насколько ты можешь быть, как человек субъективный, да, насколько ты можешь быть максимально объективным. И это тоже очень важно, это нужно ценить. И если, допустим, как у меня с донатами, да, там, я не знаю, 90 уже может быть даже 200, я не знаю, сколько дней вообще ничего не приходит, да, и я вот после того, как мы с тобой говорили, я подумал, нужно убрать эту строку доната. Но у меня нету, потому что, да, я вижу, я присутствую сочинение с тобой. Мы вели стримы, мы вели стримы, и тогда донат был очень удобен, да, когда смс-ку пишет человек, который там оплачивает на 10 рублей и хочет что-то сказать. Ну, это классно, да, человек, который готов расстаться с одним рублем, там, российским или белорусским, да, то у него вопрос, ну, тот, который он хочет задать особенно, да, ну, понимаешь, да, о чем, вот, который готов потратить какую-то дингу, то есть он был, сейчас стримов нету, вот. Когда, может быть, стрим давай какой-то сделаем? Времени, слушай, сейчас нету времени с работы, вот серьезно, нету времени, я обещал своему другу провести стрим, вот он сейчас двигает свою идею, тему, да, и я все не могу никак, то есть наобещал, да, а вот внутри, да, знаешь, Ну, а придешь, хотя вначале там представишься, ушел, и мы допишем с ним, если что, там, с твоими друзьями пообщаемся. Я думаю, там же в таком ключе, что народ будет вопросы задавать, и, как бы, сиди, отвечай по-моему. Нужно набрать времени, потому что сейчас с временем сложно. Ну, некоторые же, вот, блогеры, такие, гомельские, они проводят постоянно стримы, там, да, и, так бы, включили свою аудиторию. Послушай, если ты не работаешь, если ты не работаешь, у тебя есть какие-то доходы, либо тебе, там, КГБ платят, да, либо ты гранты сосешь, да. А есть такие, которые платят КГБ? Слушай, ну, я думаю, что вот этот он 100%. Так некоторые сейчас смотрят и думают, а может, эти двое тоже получают? Пускай думают. Вопрос, давай логично размышлять, вот давай просто вот по теме, по этой, да. Смотри, если я не работаю три года, да, я без трусов буду ходить по городу, у меня не будет ничего, кто заплатит мою коммуналку, кто заплатит мою иду, и сказать, не, я могу сказать, если бы мне КГБ платил, я бы у меня дядя, там, Вася, ну, там, шлет мне, там, что-то на еду, там, ну, знаешь, это отмазка нормальная, в основном же так засланные агенты и поступают. Ну, то есть, теоретически, я думаю, я не буду обижать его, хотел сказать, но не буду. А он это не про того, который сейчас улетел, типа, ну, якобы навсегда, но на самом деле, возможно, отдыхать полетел. Послушай, ну, с его... От профсоюза дали путевочку, нет? Я не знаю. Ну, я так думаю. Да грант. Грант какой-то. Думаю, да. О, видишь. Слушай, ну, это же, понимаешь, это же размышление, я же не знаю, откуда я знаю, я гранты в глаза не вижу. Слушай, нам вот гранты не дают, но я, кстати, скоро вот донаты нет, но собираюсь попросить аудиторию вот через сервис, который Улей называется, собрать деньги на оборудование, чтобы был блок такой для прямых трансляций, мы с тобой могли на набережной начать вот оттуда идти в прямом эфире, и пока доходим до Немо, нас уже там в УАЗики садят. Ну, чтобы прям люди видели, где мы сейчас идем. А потом садят в УАЗики, и потом тебе донаты скидывают, да, как вот? Да, и мы новый блок покупаем. Ну, нормально. Как бы вот такое какое-то движение, да. То, что мы много про силовиков, мне пока никто не звонил, не прессовал, ничего, и я считаю, что и так и должно быть, и не должно какие-то давление быть. Просто разговариваю с гостями там об интересных мне темах, я не вижу здесь никакой проблемы, на улицу никуда я не зову никого, поэтому я не вижу здесь прям, у тебя были какое-то давление прям на тебя, вот кроме того, что тебя один раз УАЗик запаковали и по ошибке как выяснилось. Слушай, ну, прямого давления нет как такового, но один умный человек сказал, да, не буду говорить кто, не суть важна, да, сказал, что если вас трое, да, то один как бы любому ГВшник. То есть сейчас мы втроем идем с оператором, кто-то здесь, вон, да. А вон, оператор, да. Оператор, да. Но суть не в этом, может быть это правильно, может быть нет, самое главное не это. Самая главная мысль в том, что даже если он ГВшник, мы за закон, за исполнение закона независимости чиновника или простой человек. Согласен. Да. И что мы можем скрывать от всех правоохранительных органов? Ничего. Ничего. Поэтому следите, слушайте, звоните. Денег вы за границей никакие-то не берем. Гранты, слушай, гранты мы не берем, законы мы не нарушаем, мы ничего не делаем. Если я буду призывать выходить на улицы, да, то я буду за это нести соответствующую... Административно ответственно. Да, да. Я, слушай, мы это понимаем. Когда я посчитаю нужным, что нужно призвать людей на улицу, да, ну, пускай просто имеют себе на заметку. Я это сделаю, ни у кого спрашивать не стану. Понимаешь? Но сейчас мне скрывать нечего. И поэтому есть ГВ, нет ГВ, ну, мне насрать. Ну, серьезно. Я понял тебя. Слушай, вот еще многих зрителей интересует вопрос. Вот вы снимаете эти ролики, я знаю, что ты этим не любишь хвастаться, я частично знаю ответ на этот вопрос, но какие вот результаты, да, вот что вы там наснимали этих роликов, там того показали плохое или здесь есть несправедливость какая-то, да, и вот вы чисто это делаете для своего какого-то пиара, и результатов никаких нету. Вот что ты на этот вопрос можешь ответить? Есть результат от роликов? Да, есть результат от роликов. Можешь какие-то примеры назвать? Ну, хоть несколько. У меня много роликов и очень много по этим роликам результатов, очень много. И я тебе говорил, почему я не хочу об этом говорить. Чтобы так и было. Да, пускай так оно и остается. Мне не нужно какое-то признание, да, мне не нужно, чтобы мне там говорили, что ты там какой-то красавчик или еще что-то. Мне это не нужно. Нужно, я снимаю репортаж, и есть какой-то результат. Помнишь птичницу, которую мы снимали? Да, она победила в суде Смаль. И Смаль при... К административной ответственности за клевету. Это результат? Результат. Это нашел с тобой месяц заслугам и два ролика. Ну, ты до этого еще снимал, а в конце мы с тобой вдвоем снимали. Плюс там еще кое-какие есть бонусы, о которых я не стану говорить. Ну, это ее личное дело, да. Дорог. Дороги вообще, это отдельная тема, да. Помогает решить вопрос. Вообще, да, отдельная тема. Сейчас с женщиной, которой мы сняли предпоследний ролик, да, результат, да, хороший. Ну, слушай, можно по каждому ролику пройтись, да. Я знаю. И назвать. Ну, понимаешь, когда ролик снимается, власти смотрят на это и что-то реагируют, решают проблему. Потом отснимают по БТ, что они сделали. Слава богу. Пускай так и остается. Пускай они делают. Это их заслуга. Они же действительно сами сделали. Да, все классно. Помнишь, если ты смотрел, мы как-то про парня с ограниченными возможностями снимали, Мишу. Вот. У него были проблемы с бордюрами, с временем, со светофором, с автобусами, с троллейбусами. Не было аккумулятора, да. У него все это сейчас есть. Бордюры, дорога, светофор. Облавтотранс и Горэлектротранс собирались, совещались с людьми, разговаривали, объясняли, что нужны пандусы и так далее. Но это результат. Класс, да. Это класс, и пускай, это они все делают, я не делаю этого. Я им показываю, да, и говорю, что, ребят, вот тут не очень, ну, не совсем правильно. И они его решают. Это их заслуга, если они это сделали. Пускай все так и остается. Я просто парень со двора, которого есть сейчас уже камера, да, а еще пару месяцев назад был телефон, да. И все. Я заметил вот такую интересную тенденцию, что, как чиновники реагируют, да, это вот для начинающих блогеров и для чиновников, это неплохо. Но они как реагируют на ролики. Вот вышел какой-то ролик, они быстренько по нему проверочку провели, какие-то приняли решения. И потом, если у них спросишь, там, да, что это у вас там, они говорят, да, у нас уже все сделано, у нас так проблемы нет, это блогер гонит просто левую информацию. Слушай, ну, это же тоже классно. Ну, они так прикрываются. Ну, пускай будет так. Да, главное, чтобы они решали проблему людей, и поэтому... Без вопросов. Поэтому в этом плане все хорошо. Хорошо. Вот, если уже ты такое количество лет ведешь канал, разбираешься вот в проблемах, видишь их там реально, каждую проблему ныряешь туда, снимаешь ролики, как ты думаешь, что нужно изменить, чтобы жить в стране для жизни, реально, да, а не... Послушай, я тебе расскажу. Есть такие документы в облсполкомах и горосполкомах, как обращение граждан. Ага. Они их всех фиксируют, а потом вам дают определенный результат. Вот, и некие такие документы у меня есть. Да. Ну, правда, прошлогодние, но они есть. И первое, что людей волнует, это судебная система. То есть жалобы, вплоть до президента, да, идут... Ну, он сейчас дал обратную связь, поэтому... Смотри, суды, да, это первое, что волнует граждан, самая первая строка, которая идет, да. Вот, потом прокуратура, МВД и ЖКХ. Вот эти вот, ну, 5-6 пунктов, да, медицина в том числе, да. Кстати, свобода слова, да, и свобода, чтобы ты понимал, на предпоследнем месте у людей задают вопросы. Даже задают вопросы по национальной безопасности, да, там единицы, там пару вопросов было, да. Ну, их не видно, я просто по цифрам, да, вот такая вот. На улице, кстати, нашел эту бумагу. Это если для правоохранительных... Это если куратор кладет где-то эти бумаги, нет? Слушай, ну, есть хорошие люди, да, и там. Ну, я их не знаю, да, но... И пускай их будет больше, да, когда они будут сбрасывать нужную толковую информацию, да, которую блогеры могут грамотно воспользоваться. Не просто ее опубликовать, да, а грамотно ей воспользоваться, чтобы помочь. Как было... А, не буду об этом говорить. Ребята, YouTube смотрите? Нет? Надо смотреть, вы что? Понятно. То есть, чтобы изменить, чтобы реально жить в стране для жизни, то есть, это независимые суды, то, о чем многие наши гости говорят. Ну, то есть, силовые все вот эти ведомства, чтобы четко работали. Сменяемость власти. Сменяемость власти все-таки ты назвал, да? Рыночная экономика должна быть со всеми близлежащими странами. Угу, угу. Я вот, когда мы с тобой говорили про результаты от роликов, сейчас вот мы скоро дойдем до кафешек, да, то есть, вы не один ролик тоже снимали про туалеты, и вот один ролик у меня был уже в самом конце, когда уже все блогеры на эту тему сняли, у меня сердце болело, что, блин, почему построили туалет, вместо того, чтобы такая шикарная набережная, здесь ни в туалет нельзя сходить, ни в кафе, ничего не было, да, инфраструктуры никакой. Почему бы здесь не построить эти кафешки, рестораны, отели, прям всю набережную, всю эту длину застроить? Это реально было бы крутое туристическое место. Привет, ребята. YouTube смотрите? Да. О, смотрите, скоро на канале будет общество Гомеле, страна для жизни, ролик с вашим участием. Вот, начинающие блогеры, запоминайте, как нужно себя рекламировать. Да, вот, нормально, движуха. Так вот, после моего ролика, там, через какое-то время появились кафешки в парке, но они, правда, легкотипные, да, но чтобы как-то оправдать туалет, что все-таки вот есть кафе без туалетов, и поэтому вот у нас, вот, кстати, второй туалет появился. Да, он появился. Сейчас мы чуть-чуть пройдем, его станет видно, уже закончили его, да? А давно? Ну, да, несколько месяцев. Здесь помоднее вход. Потому что? В общем, никогда не задумывался, почему в этих туалетах сделали такой высокий вход. Ребят, посмотрите, значит, один из двух туалетов стоимостью полтора миллиона долларов, уже работает, видите, люди ходят в туалет. Раньше вот в этом парке на набережной, получается, длиной 20 километров не было ни одного туалета. Много-много лет. Вообще никогда его здесь не было. Тут, собственно, и набережная не сильно давно, там, сколько-то лет появилось, там, 3-5, да? Плиточку пару лет назад только закончили класть. Хорошие бюджеты здесь. Как ты думаешь, сколько тут миллионов долларов? Если только в два туалета полтора закопали, то в 2,5 километра набережной в охраняемой зоне? В нашей стране вообще сложно какую-то недвижимость, которую приложило государство руку, оценивать. Ты понимаешь, потому что плитка стоимостью в 10 долларов квадратный метр в месяц с работой в Беларуси может стоить 50 долларов, да? И они каким-то образом смогут это обосновать. Ну, понятно, типа в водоохранной зоне, в парковой зоне. Вот здесь достопримечательность, посмотрите, еще Гомеля, это замурчательный такой корабль, который еще с советских времен плавает. Брест называется, кстати. Жителям Бреста привет, да, тут несколько кораблей, на них раньше делали вечеринки, мы когда-то делали всякие пати, по-моему, на Бресте как раз и делали. Очень-очень интересная такая посудина, в дискотеке всю ночь, например, это очень клево было. Вот, значит, туалеты мы показали, достопримечательность главную показали. Вот сегодня пляж не сильно заполнен там, но гомельчане, видишь, сильно далеко не ездят куда-то, вся в Гомеле прямо на пляж, поехал. Ну, видишь, какой неблагоустроенный пляж, да, с учетом того, что за 2 миллиона долларов стоят туалеты. Туалеты, да, слушай, а почему не чистят вот реку, ты вот эту информацию никогда не поднимал, не сталкивался? Почему грязная такая вода, вот эти кусты какие-то там, да, вот эта вся... Ну, то есть раньше в Советском Союзе плавали вот эти баржи там с этими спецтехникой, они выгребали все это. Я поднимал вопрос о застройках, вот недавно был ролик, да, и там я зацепил вопрос о том, что река мельчает, да, что если мы будем уничтожать ключи, болота и так далее и тому подобное, да, куда входят стоки в СОЖ, да, то он скоро еще больше сядет и, возможно, да, были случаи... У нас уже в городе сейчас есть случаи, когда река СОЖ, одно из устьев реки СОЖ пересыхало, это на аэродроме как раз-таки это место, да, вот, и, возможно, что и она пересохнет. Слушай, а вот эту набережную, кстати, сейчас высока, вода очень низкая, но я видел фотографии, когда это в воде все, мне там присылали подписчики, да, вот чуть ли там не до горы, да, это было залито, то есть получается здесь еще так все рассчитано, что и подтопляет. Дело в том, что зима большая, там много снега падает, потом палатки начинаются, да, и поднимаются, но это, знаешь, как... ну я считаю, что в этом отношении тут власти тут ни при чем. Слушай, ну эту же плитку взорвет, если она еще пару раз намокнет, рассохнет, там, нет, это все может... Послушай, тут очень все долго. Тут можно начинать от инфраструктуры городской, да, и заканчивать здесь. Как водосточные системы работают, канализационные системы работают, как город уплотняют, застраивают, да, как распоряжаются тем, что им дал народ во власть, да, скажем так. Это то, что мы называем бесхозяйственность белорусских чиновников. Все правильно. У меня плейлист такой есть. Да, потому что, когда ты делаешь что-то одно в природе, да, это закон природы, да, если ты что-то ломаешь, то где-то это аукнется, да, это вот работает так и с городом. Город это сложная инфраструктура, да, которую нужно очень грамотно продумывать. Дороги, движения, рынки, магазины, бизнес-центры и так далее и тому подобное. Ты же не знаешь, почему Google и Яндекс, да, собирают с людей информацию, да. Как раз таки они продают магазинам, предпринимателям эту информацию, где что лучше покупается, где поисковые запросы и так далее и тому подобное. То есть это называется планирование. То есть они собирают информацию и что-то планируют, да. То же самое и здесь. Чтобы что-то делать в городе, прежде чем что-то делать, нужно очень хорошо планировать. Не я хочу, да, а как это аукнется в будущем. Слушай, ну вот еще многих людей, кто смотрит, все-таки мы поговорили, что там донаты, еще что-то. Ты же не ходишь в трусах, вот они спросят, а что ты не спросил у Артема, чем он занимается. Я вот знаю, чем ты занимаешься и знаю, почему ты так разбираешься и в плитке там и в других вопросах. Давай оружие народу расскажем, чем ты занимаешься и может быть даже кто-то к тебе может с какими-то проектами обратиться. Слушай, ну я по образованию повар. Нет, это я знаю. Кстати, классные шашлыки делает, точно. Шашлык, наверное, более правильно по-русски будет. И много работал поваром, потом стал строителем, да. Хотел быть поваром, но жизнь заставила быть вором, да, знаешь? Вором, мне это кто не слышал. Эта песня такая есть, да. Вот, а тут только заставила быть строителем, потому что у нас сейчас и строительство, в принципе, нормально не заработают. Платят очень мало, я знаю. 300 рублей, 250 рублей, в садиках платят по 350. У меня теща получают, по-моему, 250 рублей. Полный день работают. Тоже я не удивлен, честно, вот честно не удивлен, да. В Алме повара получают по 400, 500, 550 рублей. Продавцы 300, давайте честно говорить. Да, 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 да. К тебе по каким вопросам могли бы люди там, я знаю, что у вас и там через ИП вы работаете. То есть можно по каким-то объектам, что вы дома строите, благоустройство, что? Давай, пусть может кто-то обратиться. Мы можем это построить дом, если нужно или сделать. Дом можно построить. Ну, я знаю, что вы не один построили. Я даже на паре объектов был, смотрел там в начале, когда завязывались там отношения. То есть ребята понимают, разбираются. Я даже кое-что у них заказывал. Вот. Ну, пока не будем говорить, что, да. Но заказывал, да. Потому что если вы хотите помочь, ну, помогите вот с заказами. Обратитесь там, контакты на канале общества Гомель найдете. То есть никто не занимается там, не получает гранты, не занимается поражением. Люди работают. Что Артем, что я, мы работаем и зарабатываем деньги. И свои деньги, свое время вкладываем в эти каналы для того, чтобы вы знали реально правду. Вот. И чтобы, дай бог, сформировалось гражданское общество. И вы, вы, вы это мы вместе, да. Если у нас будет гражданское общество, то будут быстрее результаты доходить. И власти, даже нет, не так, не будут результаты доходить, а будет немножко все по-другому. Потому что власть знает, что, чтобы она сейчас не сделала, или там сборы, или там декрет номер три, или еще что-нибудь, еще что-нибудь, народ схавает. Ну, не схавает, откатим аккуратно. Вот. А если будет формироваться гражданское общество, они будут думать, что, какие могут быть последствия. Вот. Видишь, ребята спрятались, наверное, не хотят, чтобы их видели вместе. Давайте, может быть, кто узнает, покажи. Кто узнает сзади. Давайте, пишите. Там стена, стена. Осторожно. Вот. То есть, как бы, да, да. Спалил. Да, ну, сзади не узнаешь, что, какие проблемы. Слушай, я очень здорово, что мы именно по набережной в Гомеле идем. Почему? Потому что те, кто не из Гомеля, увидят, какая все-таки у нас замечательная набережная. Наверное, ни в одном городе Беларуси такой нет замечательной набережной. И нет такого замечательного парка. Но, к сожалению, наши чиновники, они вот, кроме того, что, ну да, сделали плитку, ну, сделали два туалета. Здесь большие вопросы, зачем, да? Но все остальное... В общем, такие дорогие. Вот где попить, там, лимонадо, там, мороженого покушать, там, посидеть, не знаю. Слушай, ну... Чтобы это работало зимой еще. Вот об этом никто не думает. Город, наш город, да, он красивый. Внешняя картинка его суперская. Я люблю свой город. Он пешеходный, он очень вальяжный, наш город, да. Я, как житель этого города... Ну, может быть, лучше еще. Может быть. Всегда может быть лучше. Ну, как ты... Ну, смотри, я знаю, где зайти покушать вкусно, да. Где можно зайти, допустим, взять кальян. Прорекламируем, может, Тони? Да, мы сейчас будем идти через них. А, вот сейчас, да. Сейчас будет Тонино. Тонино будет кафе, будет Вайли кафе. То есть будут... Я знаю, где лучше, допустим, можно, там, взять кальян, или где вкусное кофе, или где что вкусное. То есть я знаю, но самое главное не это. Как ты только за это кафе заходишь, ты видишь то, что они прячут. Вот в чем суть, понимаешь? Мы же не показываем то, что лежит на поверхности, да. Ну, мы видим немножко это по-другому. То есть медицина, да, ЖКХ. Это все то, что не приносит прибыль, на что чиновники не хотят тратить деньги. Построить набережную, ну, окей, у них выбор был. Это был республиканский проект. Я же говорю, а у них был выбор. Вот в чем суть. То есть нужно заниматься не только... У них был выбор, делать туалет за 100 тысяч долларов или за миллион? Вот тут у них было. Я думаю, тут тоже не особый выбор был. Да, я думаю, да. Слушай, а никого не посадили за это? Не знаю, что это нормально. Не, ну, если миллион долларов, это же не маленькая сумма. Вряд ли посадят. Садят, если ты берешь мешок картошки. А-а-а. Слушай, ну, вот в России, там, в Украине показывают, там, очень страшная коррупция. А наши что-то такие мелковатые. Даже президент где-то там в своих выступлениях говорил, что это за позор, взятки берут с сумками с едой. Это нереально так? Или просто такие мелкие показывают, а крупники просто нет? Да, конечно. Не, ну, в гараже там у кого-то сотни тысяч долларов, миллионы. Слушай, это единицы под нужные моменты. Посмотрите, сейчас предвыборная кампания уже началась у президента, да? Почему коровы этих грязных? И он начинает показывать. Это тоже все предвыборно, да? Ну, естественно, да? Ну, блин, послушай, представьте, все вы и ты вместе с людьми, представь, что Макрон или, там, например, там, Обама летит на вертолете смотреть, там, владение, да? Там, скот, скот, а потом увидит дохлую корову и начинает, там, ай-ай-ай-ай, там, фермера, да, ругать. Ну, понимаешь? Выйдет еще с ней, сфоткается, скажет, пист, она защищает животных. Слушай, ну, это же смешно, понимаешь? Ну, серьезно, ну, ты представляешь, да, чтобы Обама летел на вертолете и просматривал коров, да? Ну, это не серьезно. Президент должен заниматься внешнеполитическими делами, а внутриполитическими делами должны заниматься специалисты. Премьер там пускай занимается, да? Я считаю, что люди, которые обучились сельскому хозяйству грамотно, да, не может быть животновод, как в нашем случае, да, помнишь историю, да, мэром города, там, да, или... Нет, или животновод, зоотехник. Зоотехник. Да не важно это. Послушай, ну как это? Нет, ну, если брать вот этот момент, когда зоотехники лазят в животных, да, и вот то, что она влазит в душу, там, людей, да, то, может, душу не надо, если такая цель может быть. Ну, это выкручивание темы, да, но на самом деле, ну, по-хорошему, каждый человек должен заниматься своей специальностью, да, своей специальностью, и это важно. То есть, грубо говоря, повар должен готовить, да? Почему я не готовлю? Я люблю готовить, но я не готовлю, потому что там не платят деньги. Нет условий. Слушай, если мы сделаем классный ресторанчик какой-то в Гомеле, пойдешь поваром? Серьезно? Серьезно. Ну, а я там администратором, кто-то, может быть, пойдет официантом, и мы такую какую-то забудем тему. Слушай, это классно. Я бы готовил при нормальной зарплате. И там постоянно стримы будем проводить, люди. Я бы готовил при нормальной зарплате вообще без проблем. А, класс. Вообще без проблем. Но я много раз говорил, и буду говорить об этом, что каждая специальность должна быть специальностью. То есть, человек должен быть на своем месте, хорошо обучен. Не так, как у нас, допустим, человек, бывший физрук, там, да, бывший, там, не ДГБшник, да, сидит там в горосполкоме, да, и занимает руководящую должность и руководит медициной. Ну, блин, ну, ты просто понимаешь, у меня нет к нему претензий. Я его в глаза ни разу не видел, да. Ну, просто люди доносят информацию. Я просто задаюсь постоянно одним и тем же вопросом. Как? Ну, какого хера? Ну, так а у нас вот, когда, например, энергетикой руководит строитель или строительством руководит там какой-то... Все, вот, вот, это когда начинает... Почему это происходит? Когда начинает страна разрушаться, экономика падает, да, вот начинается вот эта взаимозаменяемость. Хорошие специалисты, там, с медицины уезжают, например, которые успели, да. Кого не успели, там, если он слишком хороший, да, и начинают его люди любить и уважать. Его садят обязательно, да, чтобы ни в коем случае садят на пару месяцев хотя бы, чтобы у него срок был, чтобы он не пошел ни на президентский, ни на парламентский. Вот. Ситницу этого судили, да, я его, кстати, тоже не знаю, да, не буду его защищать, но просто за то, что его судили, мне было смешно. Мне было смешно и стыдно, что его засток сена Ситницу судят. Ну, просто бред. Если говорить, там, о прогнозах, все-таки мы все хотим перемен, мы хотим нового президента, такого, чтобы мы им гордились, там, да, чтобы мы видели реальные дела. Ну, вот твой прогноз, честно, в следующем году, как ты думаешь, что-то изменится или опять с большим таким жесточайшим отрывом победит кандидат Лукашенко, как ты думаешь? Слушай, ну, по поводу, вот, все гордились президентом, было бы классно, чтобы никто не знал, да, кто он такой. Ну, то есть президент тихонько делает свою работу, выполняет, да, и люди живут, чтобы бизнес отошел от политики, да, от властей, чтобы бизнес развивался самостоятельно, да, без всяких примочек, припонок и так далее. Вот мне буквально сегодня писали по поводу какого-то дополнительного указа, там, по отоплению, что, ну, там, в общем, есть проблема, да, будем поднимать этот вопрос, да, по предпринимателям, да, пойдем, позадаем чиновникам вопрос. Вот, что касается прогнозов, послушай, ну, если говорить честно, я очень сильно надеюсь, что что-то поменяется, да, очень сильно. Я очень надеюсь. Да, очень сильно, ну, вроде, кажется, вот, 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 вот оно все должно прийти к конец, да, вот, но судя по тому, что кто-то хочет править, а власть это такой наркотик страшный, плюс это еще и страх, что придется, не дай бог, там, да, отвечать за свои поступки, люди за это боятся, да, и поэтому я думаю, что просто так, так его никто не отдаст, вот, не отдаст, мне кажется, власть ничего, ну, что-то произойдет, ну, в любом случае, в следующем году, да, вот, выборы будут президенты, да, что-то произойдет, какие-то... Ну, позовет там, например, Статкеич на улицу опять, опять их запакуют, будут единицы, там, какие-то... В зависимости, сколько выйдет людей? Так, а белорусы, ты видишь, какую-то, я не вижу никакую реакцию, что... Нет, я сам белорус, слушай, я сам белорус, и живу, и знаю белорусов, достойных людей, я считаю, их очень много, просто создалась такая обстановка, что люди не думают ни о чем, кроме того, как заработать себе на булку хлеба, да, им нет времени просто, ну, нет, у них, они все знают, все понимают, да... Так, наоборот, должны они закипеть и на улицу выйти, они не уходят... Послушай, это происходит рано или поздно, рано или поздно, много африканских стран, да, где... Ты не сравниваешь со африканскими странами? Да, по экономике мы... По экономике, может быть, да... Чуть ниже по статистике, чем Зимбабве, чтобы ты просто понимал, на три строчки... У меня в одном из роликов, я статистику официально... А у нас один гость говорил, что мы по статистике, по некоторым показателям, возле Израиля, по количеству купленных новых машин... Нет, зачем, по количеству суицидов мы на уровне, да, на третьем и пятом. В Европе на третьем, в мире в пятом, ну, то есть... А вроде раньше на первом были, ну, там плюс-минус... Ну, у нас же еще статистика, умножай на пять, понимаешь? А по пьянсу, поэтому на пятом, да? Да, ну, ты просто, ну, третий и пятый, в Европе третий, в стране пятый, ну, понимаешь, всю нашу статистику умножай на пять. То есть, если у нас говорят, что у нас все хорошо, то у нас все плохо, ну, ты же понимаешь, возьми гумельскую правду, вот давай, да, смотри, газеты, смотри, газеты, которая финансируется с государства, с государства... С бюджетом, да. Да, да, конечно, с наших налоговых денег, да, ну, они им дают... Заставляют подписываться на меня. Какая правда, бля? Какая может быть правда? Ну, я тебе буду платить деньги, да, за то, что ты будешь делать ролики, ты будешь про меня плохо говорить? Не буду. Ну, так это же логично, это законы природы. Начинаю платить, я про тебя и так плохо не говорю. Дело не в этом, дело не в этом. Просто вот писала газета про твой случай. Да, слушай, наоборот. Ну, это же, понимаешь, это дичь. И вот это у меня, вот знаешь, у меня была ситуация, когда... Да больше подходят к гумельской неправде. Слушай, у меня была ситуация, я тебе сейчас скажу так, у меня была ситуация, что люди ходили в гумельскую правду и требовали ответа. Ну, по ихнице, типа, по мне. Так и здесь так же произошло, что пенсионеры потом написали письмо, где ребята, что вы пишете, это ерунда. Не перекрутились. Пенсионеры там вообще уже хотят, чтобы к ним относились как-то по-особенному, представляешь, что написали? Нет, лучше относитесь, уважаемый там, мэр города, там, кто у нас там, да, дайте больше денег гумельской правде. А такое ощущение, что у них одни женщины работают. У них такое поведение, такое, знаешь, кошачье какое-то, знаешь, девчачье, я бы сказал. Знаешь, вот как девочка во время менструации, как это правильно выразиться, чтобы не обидеть никого? ПМС, когда вот эти все. Вот когда у женщины ПМС, такое ощущение, вот политика гумельской правды очень похожа на вот эти ПМС, да, как у женщины. Не обоснованная такая вот злоба, да, непонятная, на своих же граждан. Причем они должны понимать, что мы все это делаем для них же в том числе. Я хочу, чтобы они были независимы, чтобы они получали рекламные заказы огромные, которые будут давать им возможность независимо работать, ни перед кем не отчитываться, ни перед кем не кланяться. Никому не за джопу делать работу классных журналистов, а там очень много классных журналистов. Там много классных... В Гомельской правде? Да. В Гомельской, да и вообще, в принципе... Не знаешь, как вот это там, давай похвалим, а то скажем, в смысле... Слушай, я не знаю, например... Да, но визуально, визуально, да, я же вижу вот Чалая, как ее там, Чалая, 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 на БТ работает. Вот такая женщина, я смотрю, она делает репортажи. Да, пропаганда там в своем роде, но она профессионально это делает. И если ей дать возможность независимо вещать, то я думаю, честно, то она будет делать хорошие вещи. И таких много людей, да, много пишут же красиво, правильно, да, пропаганду, но они выполняют. Они даже эту работу выполняют в этой стране, понимаешь? Поэтому они должны понимать, что мы для них тоже это делаем, понимаешь? Ну, президент же раньше говорил, что должны быть и независимые, и такие, такие, такие... Люди позволили, люди позволили, к сожалению, сами люди позволили, чтобы все так было. А нам, белорусам, получается, плевать на все. Такой вот, ну, скоро это вот вылезет, мне кажется, боком, боком. Уже некоторым вот кому плевать, оно вылазит. Люди уже разобрались немножко, что что-то все-таки не то, понимаешь? Вот еще, если бы один президент был 4 года, да, или два раза там по 4, 8, а потом другой, потом третий. Так, даже вот в России нельзя сказать, кто там полностью виноват. Ельцин, там Путин, Медведев, Путин, да. В Белоруссии, как бы, всегда есть крайний, можно сказать. Это вот президент, потому что он 26 лет уже вот сейчас будет. 26 лет президент, то есть все, что делает... Что же, не может человек 26 лет работать продуктивно? Ну, не может. Ну, не может работать продуктивно. Ну, в основном, в всех странах максимум 2 срока, 8 лет. Ну, так это же не просто так придумано. Человек приходит, привносит какую-то идею свою, реализует ее за этот период времени. Если у него еще есть хорошая идея, он второй срок реализует и меняются. И тем образом, вот, растет и общество, соответственно, гражданское растет. Потому что, когда есть меняемость власти, милиция не дикорит, не бьет, не избивает, потому что понимает, что придется отвечать. Поменяется власть, придет другая власть и с нее спросят. Ну, понимаешь, некому прикрывать будет. А здесь система четко выстроена, четко выстроена. И он только может в интервью выйти и сказать, что как вы можете прийти к людям, избивать их и так далее и тому подобное. Ну, как? Берут, приходят и избивают. Как? Рассказать как? Подробно рассказать как? Ну, что за бред? Так получается, твой прогноз, что вроде бы не могут люди там 26 лет руководить, но руководят и все-таки прогноз твой, какой в следующем году. Я же, я же не эксперт. Ну, ты лично вот как человек, что думаешь? Я очень сильно надеюсь просто. Да мы все надеемся, что ты думаешь. Я думаю, что ни хрена не будет. Я очень надеюсь, я, собственно говоря... Если мы будем так говорить, да, это может произойти действительно ни хрена. Давай будем надеяться. И, смотри, ты понимаешь, что же понимаешь, что... Нет, у меня надежда есть. Знаешь, что у нас будет? Знаешь, что у нас будет? У нас будет как алкоголик, вот когда будет выходить в запоя. Знаешь, ему плохо очень, да? Так и наша страна. Ей предстоит, рано или поздно, ей предстоит выходить из этого бодуна. И вот когда уйдет президент, скроются все дыри, все бюджетные растраты, все воровство. Это начнется всадки, посадки, людям придет другой президент. Ты сейчас вот агитируешь, чтобы мы за него все-таки голосовали. Почему? Потому что пока ты со всем этим не берешься... Только вопрос о том, что либо мы это переживем, либо наши дети. А тут уже решать только этим людям, да? Либо мы оставим на своих детей это пережить, понимаешь? Артем, а ты знаешь, что уже лучшие люди способные, которые могут себя продать за границей, дорого, да? Которые не за 100, не за 200 долларов здесь будут работать, а которые поняли, что им могут платить 4-8 тысяч евро. Они уже уехали. Уже примерно около миллиона человек белорусов уехало и работают за границей. Послушайте... То есть это, в принципе, одни из лучших людей, способнейшие. Послушай, у нас одна страна, одна из самых красивейших, это мое личное мнение, я очень люблю свою страну, и если у нас наладится экономика, наладится управление, и станет власть властью нормальной, человеческой, то многие эти люди вернутся обратно, потому что, ну... Мы 8 тысяч евро им зарплату не дадим. Ну сейчас. Учителям мы не дадим такие зарплаты. Сразу ничего не бывает, надо что-то делать. Надо просто что-то делать. Вот, ну, изначально нужно что-то делать, а у нас еще не делать. У нас берется кредит, думаю, мы уже каждый там должны по 4 тысячи долларов, по-моему, или по 2. Да, так же дальнобойщики под десяточку могут зарабатывать доллар в месяц, понимаешь? Я только что, чтобы ты понимал, разговаривал с человеком, который работает в Польше дальнобоем, а живет здесь с семьей, да? А их много? Он получает от 2 до 4 тысяч долларов. Больше? Да. А в Америке под десятку они получают. Ну вот. Ребята, вот, кстати, наша достопримечательность. Это один из двух туалетов за полтора миллиона долларов. И вот кафешки, это вот то, чем могут, наверное, блогеры. Не конкретно это моя заслуга, точно. Это вот всех блогеров, которые показывали про этот туалет. Я просто показал, что можно еще сделать кафешки. Посмотрите. То есть есть результаты, когда блогеры о чем-то говорят, не просто критикуют, предлагают какие-то в том числе решения. И чиновники хотят они, не хотят, когда их высмеивают, показывают вот эту бесхозяйственность, они вынуждены реагировать, они вынуждены начинать думать о людях. Туалет есть, окей, где попить лимонадико, где покушать мороженое с детьми, да? Ну, опять же, это все у нас через одно место делается, потому что вот эти строения, они должны были быть капитальны. Они должны были работать зимой. Я их рисовал вообще с другой стороны парка, да? Вот там, где есть подъезд автомобилей, где могли такси приезжать, выгружать людей. Ну, это все обсуждаемо, но это реально могло работать. Там могли быть отели, там могли быть казино. Я не играю в казино, но я знаю, что иностранцы приезжают. Потому что у нас в стране плановая экономика. О, это Тони, да, кафе? Да. Вот вкусно здесь? Что здесь вкусно? Шаурма, что ты здесь пробовал? Я не знаю, что они там делают. Здесь все пробовал, здесь все вкусно, да? Вот Тоне передадим привет, Артем с ним лично знаком, хороший человек, да? Он иностранец, который живет в Беларуси. Он из Ливана, да? Из Ливана. Вот люди из Ливана, я, кстати, ни одного уже человека видел, инвесторы, помнишь, приезжали. Да. Тоже мы вместе общались с Ливана, да? То есть хотят здесь что-то строить, делать, потому что все-таки это Европа. Вот, но сами наши белорусы почему-то уезжают, как бы. Ну вот, а Ливанцы там из Ирака, я знаю, много работает там, и парикмахеры здесь. Я еще раз говорю, классная страна, у которой большие перспективы, которая могла бы жить не хуже любой другой европейской страны, да? Люди трудолюбивые, да, молчаливые, да, видишь, да, молчаливые, да, трудолюбивые. Поэтому мы можем жить прекрасно, можем жить классно, только нужно дать возможность. Нужно дать возможность людям зарабатывать. У нас в школе вместо того, чтобы там учить веники делать, да, и швабры, да, могли бы преподавать урок экономики нормальный, да, или урок права. Робототехники, программирование. Почему бы не... У нас мы эти страна, правильно? Послушай, ну нужно же развивать, да. А у нас занимаются, девочки занимаются иголочками, зашивают там какие-то тряпочки, да, ну, грубо говоря, и вышивают какие-то рисунки. Но, к сожалению... Ну, тоже может быть что-то нужно. Послушай, я не говорю, что это плохо или хорошо, да, это нужно продумывать. Это нужно продумывать. Каждый шаг, как я говорил, как и в природе, да, несет какие-то последствия. Вот чем лучше нас будут обучать в нашей стране бесплатно, а у нас нет бесплатного обучения, ты потом, когда бесплатно отучишься у нас в Беларуси, ты обязан отработать обязательно на эту страну. Обязательно. Определение за 200 рублей, мне сейчас знакомо работает. Слушай, я с многими так людьми общаюсь, да, и это говорит о том, что, ну, не бесплатная она. Сейчас сказали, знаешь, что интересный момент? Сейчас в Беларуси сделали как? В Гомеле, по крайней мере. Ага. Теперь раньше можно было там первый класс, ты платишь 6 рублей, допустим, за учебники, второй там 7 и так далее, и так далее, и так далее, да. Да, да, да. Сейчас все платят за 2 учебника или за 10 по 1 базовую. Ага. А деньги, которые они должны дофинансировать, которые они прописывают, которые декларируют. Они убирают и пускают их в другое русло. Может быть, в карман, а может быть, на свои дырки. И мы сами, сами, мы же сами провоцируем вот эти движения. Мне один предприниматель недавно здесь как раз в Гомеле сказал, Серега, надо уже нам признать нашему государству, что мы ни хрена не социальное государство. Вот ни хрена, да, то есть у нас все через одно место, все не до. Послушай, если выйдет президент и скажет, что у нас государство не социальное. Его снесут. Не, зачем? Я сразу закрываю канал, но не социальное, да. Каждый должен зарабатывать бабло, да. Но у нас экономическое... Это вот не то они там в очках, нет? Тони? Я предыдущий. Видишь, даже Тони у стримителя. Да, сломал себе ногу недавно, лодыжку. Вот поэтому хромает. Вот, поэтому я сразу закрываю канал, да, и говорю о том, что каждый человек должен устраивать свою, ну, судьбу, да, сам. Ну, то есть государство вам ничего не должно. Но, соответственно, социальным, убирая социально ориентированную страну, он должен будет очень многое, да, убрать налогов и так далее и тому подобное. Есть определенный налог, да, вот он будет там НДС, например, и там заработные платы, да. И все, и на этом должны закрыть. Давай мы вот сейчас остановимся здесь, вот в этом месте. Здесь интересное место. Здесь вот есть такой детский комплекс, да, кораблик. Давайте покажем его. Вот здесь, потом рядышком здесь, наконец, уже набережной. Значит, слева, вот слева еще есть такой замечательный клуб Немо, с которым много связано у многих гомельчан здесь, да. И просто сейчас подытожим, вот давай с тобой попробуем, попробуем подытожить и что-то сказать белорусам. Что им надо изменить, чтобы мы все-таки жили в стране для жизни? Вот прям обратись к белорусам, я тебя прошу, вот камера. Послушай, каждый из белорусов должен понимать, что смотря этот ролик вы не узнаете, как правильно жить и как выйти из той или иной ситуации. Вы вообще, в принципе, на ютубе не найдете информации. Вы не найдете ее в газетах и по телевидению. Если ты хочешь что-то изменить, да, банально звучит, да, начиная с 10 сейчас, да, с 10 сейчас, делай то, что ты хочешь. Только делай то, что хочешь именно ты, но не мешай другим. Ну и перестань молчать. Если тебя обирают, если тебя обманывают, не молчи. Борите за свои права, я еще добавлю. И если вы не подписаны, подписывайтесь на канал Артема Общества Гомель, чтобы получать честную, правдивую информацию. И давайте вместе построим страну для жизни. И помните, что все в этом мире субъективно. Пока. Пока. Пока одни белорусы ждут чуда, другие белорусы борются за свои права. Пока одни греются на пляже, другие подписываются на телеграм-канал Страна для жизни, чтобы быть в курсе того, что нужно изменить, чтобы реально жить в стране для жизни. Подпишитесь и вы. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok